Сегодня в Бресте в трудовых бригадах, созданных при содействии службы занятости, состоят 1268 школьников, желающих почувствовать себя самостоятельными и подзаработать немало. Но в первую очередь сюда берут ребят из многодетных и неполных семей, трудных подростков, а также активистов и отличников. Работать детям можно с 14-16 лет, но не у каждого предоставляется такая возможность, так как работодатели сомневаются в молодом поколении, что они все-таки смогут сделать свою работу. А школа нанимает нас, мы делаем работу не за бесплатно, конечно, но и тоже помогаем ей. Перечни работ – это уборка территории, благоустройство, работа по озеленению. Это работа в рамках, ну уже в самом здании, где проводится ремонт кабинетов. Ну дети не участвуют в ремонте, но убирают, моют парты, моют полы, собирают мебель. Эти ребята переходят в девятый класс, и многие из них уже задумываются о том, куда поступить и какую профессию выбрать в будущем. Определиться самостоятельно бывает сложно, поэтому Министерство труда разработало специальный сервис «Шаг в профессию». С помощью этого сервиса можно помочь молодому человеку определиться, какая сфера деятельности ему наиболее подходит. Если он уже выбрал профессию, то этот тест, опять же, поможет определить, насколько эта профессия в силу его личностных качеств, характера, увлечений, уровня образования, насколько эта профессия ему подходит. Также этот сервис помогает определить учебное заведение, где можно получить ту или иную профессию, которую выбрал молодой человек, насколько эта профессия востребована на рынке труда Республики Беларусь. Во время летних каникул представители Управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома посещают пришкольные трудовые бригады для того, чтобы ребята могли пройти исследования посредством сервиса и ответить для себя на важный вопрос, кем они хотят стать в будущем. Я прошел тест, в котором было 90 вопросов, и по его результатам мне показало, что, скорее всего, для меня подойдет работа программистом. И это, скорее всего, действительно является так. Всегда любил смотреть, как что-то делается на компьютере, своими руками программируется и тому подобное. По результатам теста мне предложили такие профессии, как юрист, главный специалист, судебный эксперт и ведущий специалист недвижимости. Этот тест полезен тем, что он поможет вам в выборе профессии. По моему опыту, что я прошла этот тест, он совпал с моими желаниями, пожеланиями, кем я хочу стать в будущем. Сервис «Шаг в профессию» бесплатный. Он размещен в открытом доступе на портале Государственной службы занятости. Им может воспользоваться любой желающий, как анонимно, без регистрации, так и сведением личных данных.